Народ, всем доброе утро! Или, блин, не доброе. Видим на поле снег лежит. Плюс один ощущается как минус три. Блин, опять эта сырость, опять этот холод. Тоже вот лужи на асфальте. Под этими лужами, блин, и ямы не видно. Причиной появления ям на дороге и трещин является, как установила наша комиссия по состоянию дорог. Пешеходы, которые работают в китайскую дешевую обувь и перебегают в неположенном месте. Дорога элементарно не выдерживает нагрузок. Приходится как у Давы, блин, маневрировать. А я уже размечтался, думал, тепло пойдет, отлично, буду выставлять райловочки. Ага, сейчас. Прочитал у себя такой комментарий. Ребят, я все комментарии читаю и их отмечаю, что я прочитал. Ну, то есть нажимаю там на сердечко, чтобы автор, тот, который писал данный комментарий, понимал, что он мной прочитан. Написано было, почему у меня так часто ломается трактор. Но я ответил там, что я четвертый тракторист. Шеф меня поправил. Нет, я третий тракторист. Но расписывать полностью все, ну, блин, это долго сидеть и вот эту всю полемику расписывать, как бы, очень долгое время. Так что такое небольшой ответ? Ребята, получается такая ситуация, что у нас, в принципе, дождей так таковой нету. Земля постоянно пересушена, сухая. Она полностью сухая. По 4 месяца нету дождей, по 5 месяцев нету дождей. Земля очень твердая. И вот когда я начинаю пахать, трактор постоянно идет рывками. То есть где-то помягче земля, где-то потверже. И вот как раз когда получается, попадается твердая земля, трактор идет в рывок. То есть он идет с одной определенной скоростью, будем говорить, так, 6 километров в час. И тут я попадаю на очень-очень твердую землю. И, естественно, он сразу ловит упор и тут же подключается передок резко. И вот эти вот резкие удары, конечно, очень и очень пагубно влияют на трактор. Да и вообще на всю, на весь механизм трущийся. Коробка, мост, передний мост. Это все очень и очень хорошо влияет. Плюс будем брать то, что все прекрасно знают, что сейчас качество запчастей желает лучшего. Потому что, ну блин, вообще некачественные запчасти. Может тракторист такой? Не знаю. Я за своим трактором ухаживаю, я за ним смотрю до мелочей. Может что-то и пропущу, но не так глобально. Я могу пропустить там где-то подслинило масло или еще что-то. Ну такое, не пагубное. Стоит бедненький под чистым небом. Замерз бедолага, весь белый-белый. Спрятался немножко от ветра. Вот, ремонтируем культиватор. Тот, который таскал Т-150. Ну, прицепили к дяде Ване и меняем полностью ось. Вот. Но я занимался совсем другим. Я шприцевал борон. Вот. Ну, дошприцевался до такого, что поломал свой шприц. И пока мужики пьют кофе, перекуривают. Ну, я в принципе тоже пью кофе, но за разом хочу поменять вот эту вот рукоять. Так как свернул ей мозги. Вот. Рихтовать, выравнивать смысла нету. Вот. Есть. Есть у нас вот такая вот поломанная. Сейчас это все дело дрелью высверлю в заклепочки. Вот здесь три штучки, там три штучки. И поменяю. Посажу на болтики. И будет у меня, скажем так, новый шприц. Ну, наверное, еще поменяю тубус. Тубус, тубус. Ты где? Вот. Вот этот мне очень нравится. Вот. Вот такая вот резьба в нем. Такой вот тубус. Вот. Шикарный. Ну, мне просто конструктивного нравится. В особенности вот эта вот штучка. Есть еще тоже старые поломанные. Вот. Какой бы взять, чтобы не вымазаться сильно. Ну, вот, скажем так. Вот, да? Чтобы мешало поменять. Но здесь резьба совсем другая. Тут помельче резьба. И здесь нету фиксатора штока. То есть, когда набираешь шприц. Нужно постоянно и держать шток. Мура. Ты чего здесь лазишь? Вот такой вот фиксатор штока. Вот. И там его нету. Так бы я поменял бы. Но резьба не подходит. Здесь вот такая вот широкая. Там мелкая. Ну, на этом тубусе тоже. Резьба широкая. Так что, сейчас высверлю быстренько. Пока есть время. Пока мужики кофе пьют. Вот. И постараюсь быстренько это все дело отремонтировать, отреставрировать. Так. Ну, и вот уже. Ось поменяли на культиваторе. Уже занимается дядя Ваня регулировкой. Ну, и тем временем пустился снег. Снова. В очередной раз. Солнышко выйдет. Чуть-чуть только пригреет. И опять тучи зайдут. Все. Холодно. Поменяли ось. Но со шприцом не закончил. Так что, в тракторе. В тракторе искал гаечку. Вот, нашел. Сейчас пойду, буду закручивать. Все. Шприц собрал до кучи. Все закрутил. Набрал полный шприц солидола. Теперь это дело закрутить. И все. И можно проверять шприц. Шприц проверил. Все обалденно. Отлично. Верх накрутился. Резьба одинаковая. Сейчас вот поднял. Вот, качаю. Оп. И пошел солидол. Обалденно. Просто обалденно. Все. Можно сказать, у меня уже новый шприц. Со шприцем закончил. Теперь можно идти дальше заниматься с дядей Ваней. Культиватором. Ну, все. Пока что. Рабочий день закончился на сегодня. Вот. Ну, а пока что. Пока что все. Лечу домой. Жрать хочу. Еду, покушаю. Ну, и дальше буду дома работать. Тепло. Не за горами. Пчелок нужно ловить. Бац, и новый день. А сегодня у нас дождь. Вчера снег. Сегодня дождь. Холодно, сыро. Ничего необычного. Где весна, где наше тепло? И что это за погодка? Теперь снежок идет. Сейчас будем менять пружины. Так, теперь пустился дождик небольшой. Буду менять дворники. Вернее, дворник. Вот мой стоил. Короче, все ему. Он свое отжил. Все, дворник на месте. Немножечко пришлось повыдумывать, поизвращаться. Потому что не подходит новый дворник. Люфты. Вот такие вырезал со старого. Вставлял в новый. Ну, короче, подложку делал. Ну, теперь нужно вот эти вот шайбы гравера убрать в коробочку. Инструмент положить на место. И все. Все сложить вот в этот ящик. И потом можно идти к дяде Ваню, помогать ему с севалочкой. Ломать не строить, душа не болит. Меняем старые флянчики. Уже с выработкой. На новые. Вот. Вот такие вот. Новые уже один поставил. Вот. Этот открутил. Сейчас здесь затяну. Потом буду приступать ко второму. Так. Все. Флянчики поменял. Теперь механизм нужно собрать. До кучи. Так. Все. Механизм стоит. Осталось за малым. Собрать все остальное до кучи. И потом переходить на вторую сторону. Бац. И с Новым годом. Новый день. Ну и вот такая вот картина. Что ты, пес? Гра. Все, друзья. Зима пришла. Неожиданно в очередной раз. Обалдеть. Что такое? Что-то у тебя лапище, блин. А, отойди. Передние лапы. Я худею, братик. Так можно и подумать, что где-то волк лазил. Да? А ну, посмотри на меня. Граф. Граф. Че ты? Ужи в остро. Правильно. Так и надо. Так, ладно. Пойду собираться на работу. А снежок все метет и метет. Теперь все ямы снег присыпал. Не видно нифигашечки. Едешь и только и слышишь, как колеса стучат по ямам. Но зато красиво. Борщик замерз, стоит. Во погодка. Во метет. Вроде снежок уже прекратился. Так слегонца сеет. Мелкий-мелкий. Ну, а я тем временем в боксе добираюсь до того, к чему вообще возможно. Вот своего кормильца пошприцовал. К тем того, к ничкам, к которым смог добраться. А остальные, которые недостающие, буду выезжать с бокса и потом дошприцовывать. В частности, вот здесь. Две таводнички остались. Ну, и сверху на крыльях. С этой стороны и с этой. Тоже нужно разложить его, опустить и шприцовать. Закончил шприцовать опрыскиватель. Ну, и добрался к измельчителю. Полтора шприца уже упорол. Вот в эти подшипнички. Сейчас пойду наберу шприц, потому что он пустой. Дошприцую этот подшипник. И потом попробую продавить вот здесь таводничка. Ну, так по-тихому, по-тихому. Каждую технику подготавливаем к сезону. Вон еще моя красненькая бодека. Нет, справа это Т-150, а вот слева. Еще туда нужно будет добраться. Ну, а пока что дошприцую измельчитель. Так пока сыро на улице. Грязно. Под бодекой. Прошприцую еще каток. Все отработали. Еду домой. Померзли. Ноги мокрые, потому что везде воды куча. Сейчас идет небольшой такой снег с дождем. Погодка, конечно, вообще обалдеть. Выходной целых три дня. Дал шеф выходного аж целых три дня. Много работы можно будет дома сделать. Главное, чтобы погодка наладилась. Так что вот как-то так. Ну, а у меня, ребят, на сегодня все. Как-то так. Любви, здоровья. Лайки ставим. На канал подписываемся. Всем пока.